Встреча с Африкой Африки Встреча с Африкой Африки Встреча с Африкой Африки Ему принадлежит большое количество законодательных инициатив в области избирательного права, в части порядка поднимания Совета Федерации и многие другие темы, которые нашли свое воплощение в действующем законодательстве Российской Федерации. Он является одним из ведущих специалистов в области комиссионного права в России, признанных, а также уделяет особое внимание праву стран Латинской Америки. Его научные работы, в частности, посвящены таким понятиям, как комиссионный контроль в Мексике и в некоторых других странах Латинской Америки. Тема сформулирована наша встреча довольно интересна и я для себя обозначил ряд пунктов, на которые хотел обратить внимание. Во-первых, работа юриста. Скажу, что работа юриста очень многогранная и, скажем так, сферы, где работают юристы, их очень много. То есть, практически в каждой компании, предприятии предусмотрен юрист, если его нет, то обязательно пользуются его услугами. И отраслей юридической специальности очень много. То есть, это гражданское право, уголовное право, административное право, международное право. Исходя из своего, ну, немножко расскажу тоже о себе, как я пришел именно к тому, что я делаю сейчас. Я тоже учился в нашем университете, я здесь уже 12-й год, в 11-м я закончил его. Потом, соответственно, выбрал специализацию именно конституционное право. Но, конечно же, у вас, тем более сейчас и у меня, когда я уже был студентом, не было понимания, чем бы мне хотелось заниматься. То есть, у студентов всегда бывает такой разный период. Хочется там то на себя работать, то на кого-то. И все это меняется до тех пор, пока вы не находите такое конкретное, комфортное место работы, где вам нравится то, что вы делаете, и все остальные факторы вас также устраивают. То есть, много моих однокурсников, одногруппников тоже занимаются именно юридической специальностью. Кто-то работает в сфере адвокатуры, кто-то работает в судах, кто-то работает в частных консультационных конторах. Но всех нас объединяет то, что мы юристы, и мы такое большое юридическое сообщество. Я, наверное, уделю больше внимания работе юриста именно в рамках органов государственной власти, потому что именно я как раз-таки работаю в Совете Федерации. Совет Федерации – это одна из палат нашего парламента, Федерального собрания Российской Федерации. Что такое парламент? Это тот орган государственной власти, который отвечает за законодательную ветвь, и основной функцией которого является принятие законов. Это я очень так условно, коротко для понимания. Есть очень множество нюансов, есть множество стадий законодательного процесса. У всех органов есть свои функции, в том числе и у президента. В частности, Совет Федерации – это палата, которая рассматривает принятые Государственной Думой законы и одобряет их или не одобряет. То есть она может также отклонить этот закон. Но особенность Совета Федерации состоит в том, что этот орган состоит из представителей регионов Российской Федерации. Как мы знаем, в Российской Федерации на сегодняшний день 85 субъектов, и каждый субъект направляет в Совет Федерации по два представителя – от законодательной и исполнительной власти, для того, чтобы интересы регионов были представлены и отстаивались на федеральном уровне в парламенте, что необходимо. Потому что страна у нас большая, многочисленная, многонациональная, у нас сосредоточено множество культур, религий, традиций. И еще одна особенность – Совет Федерации – это единственный орган государственной власти, который не имеет срока полномочий. То есть исчерпывающий перечень органов государственной власти, он содержится в Конституции нашей страны, которая является, как вы, я уверен, знаете, основным законом, который содержит в себе основу всех отраслей права, и, как я уже сказал, информацию обо всех органах государственной власти. И в силу вот этого порядка формирования Совет Федерации работает всегда. Если мы смотрим на Государственную Думу, на президента, то мы видим то, что у них есть срок полномочий. То есть в соответствии с недавними поправками, относительно недавними, срок полномочий президента – 6 лет, срок полномочий Государственной Думы – 5 лет. Тогда как в силу формирования Совета Федерации, где нет срока именно у органа, а это зависит от срока полномочий законодательных и исполнительных органов власти каждого конкретного региона, они все различны, и в целом орган работает всегда и постоянно. Конечно же, у Совета Федерации есть ряд специальных полномочий, но это уже опять-таки тонкости. Я, наверное, сосредоточу ваше внимание именно на законодательной деятельности. По Конституции субъектов законодательной инициативы, то есть те, кто могут предлагать какие-нибудь идеи, которые впоследствии могут стать законами, по которым мы с вами будем жить, этот перечень исчерпывающий. Все эти инициативы подаются изначально в Государственную Думу, они рассматриваются там в трех чтениях. Для тех, кто не понимает, зачем первое, второе, третье, объясню просто, что у каждого чтения есть своя определенная функция. То есть сначала утверждается или не утверждается концепция того или иного законопроекта, потом в него на разных стадиях вносятся поправки, и вот уже готовый текст по согласованному решению и по итогам голосования считается принятым законом, и затем он, но он не является действующим пока, он отправляется как раз-таки в Совет Федерации. Совет Федерации по структуре своей состоит из десяти комитетов, в которые входят, соответственно, все, то есть рассредоточены все его члены. Комитеты делятся по профильным функциям, да, то есть там по... Вот я как раз-таки работаю именно в главном комитете, это комитет по конституционному и законодательству и государственному строительству, который, по сути, охватывает все вопросы, которые к нам поступают, и ряд других комитетов, соответственно, да, то есть комитет по экономической политике, комитет по социальной политике, комитет по международной политике, ну, ряд других, не буду на этом заострять особое внимание. Соответственно, к нам поступают эти принятые законы, и задача Совета Федерации также ознакомиться с текстом, соотнести с текстом Конституции, с текстом других законов, понять, что нет никаких противоречий, что принятие одобрения данной нормы действительно целесообразно, и тем самым сначала на комитете принимается решение, а потом уже рекомендованный к одобрению федеральный закон поступает на пленарное заседание Совета Федерации. Председателем Совета Федерации является Валентин Иванович Матвиенко, очень-очень большой специалист, очень с богатой биографией, и вот по версии СМИ самая часто упоминаемая женщина в большой политике в России, да, то есть, обращая ваше внимание, я уверен, вы знаете, что это за человек. Вот, но поскольку у нас в теме семинара задана фраза «вызовы права», то, конечно, нам больше внимания хотелось бы обратить внимание на вот что же такое, да, право и как мы, как граждане, люди, свои права защищаем. Буквально на этой неделе в Женеве, в штаб-квартире ООН прошло мероприятие, которое было посвящено 50-летнему юбилею международных пактов по защите прав человека. В 1966 году в рамках ООН были разработаны и приняты два таких основополагающих документа по правам человека, которые явились такой некой отправной точкой в теме вообще защиты прав человека. Это, соответственно, международный пакт о гражданских и политических правах и международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. И, по сути, цель встречи, наверное, была, заключалась в том, что вот 50 лет назад эти основы были заложены, и что мы имеем сегодня, как эти права обеспечиваются, как эти права защищаются, с какими проблемами сталкиваются государства, участники этих международных соглашений. И, соответственно, отмечу, что Российская Федерация была инициатором этого мероприятия. Большую роль в этом сыграл, кстати, заведующий кафедрой международного права Аслан Алексеевич Башидзе. Он является экспертом Организации Объединенных Наций, постоянно участвует во всех сессиях, именно советовал ООН по правам человека. А докладчиком и представителем Российской Федерации выступил как раз-таки Клишис Андрей Александрович, заведующий кафедрой комиссионного права, парламентарий, о котором я вам рассказывал. И в своем докладе он обратил внимание на то, как в Российской Федерации на сегодня реализуются те самые права, которые предусмотрены в этих международных пактах. И вот, чего мне еще хотелось бы вам рассказать. Какие институты есть у нас сегодня в России для того, чтобы защищать свои права? Да, естественно, наверное, первое, что приходит в голову всем, это право на судебную защиту. То есть, когда вы сталкиваетесь с тем, что ваши права каким-то образом нарушаются, то у вас есть право, возможность, и, наверное, это даже некая необходимость, обратиться в суд с тем, чтобы их защитить. В рамках гражданского судопроизводства или уголовного, или административного, и других. Но, помимо этого, есть такие институты, которые активно и динамично развиваются на сегодня. Это такой орган, как Общественная Палата Российской Федерации, который состоит из более чем ста членов. И, чтобы вы понимали, Общественная Палата это такой некий промежуточный орган, который обеспечивает взаимосвязь гражданского общества и государства. То есть, обращает внимание государства на те проблемы, которые сегодня есть в обществе. И я бы сказал, что Общественная Палата она тесно сотрудничает с Палатами Парламента, проводится огромное количество мероприятий, поднимается множество вопросов, и как глобальных, так и самых насущных вопросов, которые волнуют граждан. Где бы они ни находились, в самых отдаленных краях нашей страны, это не имеет никакого значения. Элементарно рассматривался недавно один вопрос, для того, чтобы соответствующим образом наше государство выполняло социальную функцию, чтобы города были адаптированы для лиц с ограниченными возможностями, для инвалидов. Чтобы был соответствующий вход в здание, позволяющий человеку, не способному самостоятельно передвигаться, в него попасть. Чтобы там были соответствующие пешеходные переходы. Наверное, вы обращаете внимание, что они сопровождаются звуком, что это рельефная зебра, по которой вы переходите дорогу, и многое-многое другое. И само собой, для того, чтобы эффективно и масштабно все это охватывать, высших органов государственной власти просто не может хватить времени на то, чтобы на все обращать внимание. Поэтому есть у нас органы власти субъектов, есть у нас такие институты, как общественная палата. И такое большое событие, на самом деле, буквально в феврале 2016 года Совет Федерации выступил с такой законодательной инициативой. Предложил проект закона об общественных палатах в субъектах. И предполагается, что теперь во всех регионах нашей страны будут работать общественные палаты. Ну, отмечу, что они уже и так созданы, да, речь идет о том, чтобы их работу как-то привести к единообразному подходу, систематизировать, унифицировать, и чтобы все это эффективно работало и взаимодействовало с федеральным центром. Вот. И также обращу внимание еще на ряд тезисов, на которые необходимо заострить особое внимание. Важнейший институт – это местное самоуправление, да. Не знаю, как вы понимаете, о чем я сейчас говорю, нет. Но местный уровень власти – это тот самый уровень, на котором все мы с вами можем выражать свои идеи и влиять на него, и участвовать в нем. Очень часто мы все слышим, что какое-то недовольство граждан, в силу каких-то проблем, которые связаны с социальными вопросами, с жилищно-коммунальным хозяйством, с детскими садами, со школами. И почему-то это все выносится на федеральный уровень, что это президент или парламент, чего-то недосмотрели. Но на самом деле это вопросы местного значения, и это тоже один из тезисов моего руководителя, в том, что необходимо прийти к тому, чтобы граждане уделяли гораздо больше внимания именно формированию органов местной власти, чем именно органам федеральной власти. Конечно, это не исключает того, что их тоже нужно, этому тоже нужно уделять внимание, участвовать в выборах и так далее. Но тогда, когда мы начнем более тщательно подходить к вопросу формирования органов местного самоуправления и озаботимся всеми теми вопросами, которые волнуют нас, там, наш дом, наш подъезд, наш двор, наш район, об этом мы можем и должны участвовать сами, то тогда, безусловно, уровень жизни будет только-только расти. Вот. Это такие основные тезисы, которые я еще хотел отразить. И вообще в теме права, в теме респруденции, в теме государства и права есть такое понятие, как правовое государство. Мне сказали, что здесь присутствуют школьники 7-11 классов, ну, не знаю, наверное, хоть как-то в этом промежутке вы попадаете. Впервые вообще с понятием права и государства вы знакомитесь на таком предмете, как общество знаний. Наверное, кто-то из вас уже его проходит или проходил, или будет проходить. И вот эти все понятия, они протестуют перед вами именно на этом предмете. И, по сути, это такая основа для будущего юриста. И есть такое важное понятие, как правовое государство, да. Многие ошибочно его понимают как то, что правовое государство – это то государство, которым не нарушаются права человека. Но это, конечно же, не так. Как мы знаем, в мире около двухсот государств, и точно известно, что нет ни одного государства, где не нарушаются права человека. В наших институциях отмечено, что Российская Федерация является в том числе правовым государством. Что это по собой подразумевает? Подразумевает это то, что в нашем государстве должны действовать и эффективно функционировать механизмы защиты прав человека, да. То есть, это те самые институты, которые позволяют вам в случае нарушения ваших прав, интересов, их восстановить, да. То есть, причем я уже успел их затронуть. Это судебная защита, это вот институты общественной палаты, на которые я отразил ваше внимание. Также еще, наверное, в этой связи стоит упомянуть про уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, да. Есть такой важнейший институт. Также есть еще уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам предпринимателей, и все эти институты имеют свое отражение во всех наших, практически во всех наших регионах. Потому что с учетом нашего огромного населения сложно, если там аппарат одного полномочного будет заниматься всеми обращениями, да. Это физически очень-очень сложно и, возможно, заняло бы очень длительное время. Поэтому во всех регионах есть возможность пользоваться этими институтами, которые на сегодня набирают, скажем так, в хорошем смысле популярность. И люди начинают понимать, кому и зачем можно обращаться. И законодатель со своей стороны, то есть Палата Парламента, другие органы государственной власти, которые могут и выступают в качестве субъектов законодательной инициативы, уделяют этим вопросам большое внимание. Все-таки как бы я ни старался отходить от каких-то сложных формировок, терминов, наверное, мне это удалось не совсем. Поэтому я бы предложил сейчас ответить на ваши вопросы. Я вижу, что здесь присутствуют как дети, так и родители. Поэтому в силу того, что я здесь и преподаю, и имею некий опыт работы именно в органе государственной власти, то с удовольствием, с радостью постараюсь ответить на интересующие вас вопросы. поэтому я вас очень призываю к этому. Ни в коем разе не стесняйтесь. Буду только рад. Может быть, что-то из того, что вы слышите из телевизора, да, то есть международная проблематика, что происходит в стране, что происходит заубежном. То есть это тоже очень важно. Это тоже напрямую касается юриста и, по сути, каждого из нас с вами. Ну, тогда я, может быть, вы еще подготовитесь. Я еще уделю тогда внимание сам такому вопросу, как международное право. Сегодня, как мы видим, в мире наблюдается очень тяжелая геополитическая ситуация. С чем это связано? Это связано, естественно, с ситуацией в Украине, с ситуацией в Сирии и с позиции нашей, с позиции ряда западных стран, в том числе Соединенных Штатов, Европы, чьи действия направлены на урегулирование этих кризисов. То есть и Россия сегодня, действительно, как никогда, наверное, является активнейшим участником на международной арене в разрешении всех этих сложных вопросов. То есть и прилагает все усилия для нежного разрешения ситуации в Сирии, исходя из собственных интересов, интересов граждан России. Что касается именно сотрудничества, мы наблюдаем то, что при наличии большого количества разногласий диалог между Россией и США, странами Европы, он присутствует на разных уровнях, как на уровне президентов, так и на уровне представителей дипломатического сообщества. министры иностранных дел постоянно встречаются. Вот, кстати, в Женеве, когда я тоже присутствовал на этом мероприятии, был наш министр Сергей Лавров, который в своем выступлении с трибуны ООН, а именно Совет по правам человека, обратил внимание на ситуацию, опять-таки, в Сирийской Арабской Республике и на то, какие, скажем так, результаты уже в этом ключе достигнуты. Вот, это то, что я тоже еще хотел, на что хотел обратить внимание. Может быть, тогда я позадаю вам вопросы, а есть ли в зале те, кто видят себя юристами, да, то есть, ну, не знаю, есть ли у кого-то представление, кем бы кто хотел учиться. Я уверен, что практически все из вас будут получать высшее образование, потому что без высшего образования стать профессионалом, устройством хорошую работу, естественно, невозможно практически. Поэтому мне интересно, кто-то планирует быть юристом? Ну, как бы, либо все да, либо все нет. Вот, собственно, вопрос, да, как вы себе представляете работу юриста? Мне, на самом деле, интересно услышать мнение представителей вашего возраста. Давайте поприветствуем, это Олег Александрович Ястребов, директор нашего института, доктор юридических наук, доктор экономических наук. Меня зовут Ястреб Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой административного и финансового права, юридического института РУДН и директор юридического института. Очень рад вас всех здесь видеть, большое количество и родителей, и школьников. Это очень приятно, правильно делайте, что посещаете такие мероприятия, потому что очень важно, особенно у вас, как называется тема, юрист 21 веке. Как вы видите, сложная международная особенно обстановка делает, наверное, профессию юриста, особенно юриста-международника. Об этом сектором мы гордимся в РУДН очень актуальны и очень насыщены. Я расскажу, давайте вам в краткости, о юридическом образовании, потому что есть большинство школьников, и вам нужно будет кому-то в этом году, кому-то в следующем году выбирать специальность. Но если со специальностью вы более-менее определились, раз пришли на юридический факультет, очень еще важно выбрать правильный ВУЗ, правильный ВУЗ, чтобы потом не было проблем с трудоустройством. Тут порядка уже, наверное, 20-30 лет назад образовалась ассоциация юридических ВУЗов юридического образования, и на тот момент, наверное, и по сей день таких шесть ведущих юридических ВУЗов страны ее организовали. Это Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, РУДН, Московская государственная юридическая академия им. Олега Емельяновича Крутаевина и два региональных ВУЗа – это Уральская юракадемия и Саратовская. Вот считается, что классическое юридическое образование получается в этих ВУЗах. И мы каждый год, наверное, особенно с МГУ, Санкт-Петербургским, РУДН и Юракадемия соревнуемся в хорошем смысле слова. У нас дружеские отношения, у нас совместные магистрские программы, у нас постоянные обмены. Но вот мы соревнуемся на студенческих площадках, когда проходят какие-то либо олимпиады. Вот все время кто-то из этих ВУЗов является победителями. Практически всегда все наши студенты являются призерами. И мы соревнуемся по вопросу поступления, среднего балла для поступления. Для нас это очень важно, чтобы к нам приходили ребята умненькие, с высоким, большим очень ЕГЭ, либо еще лучше победители олимпиады – это мотивированные студенты, на которых мы в дальнейшем опираемся в своей работе. Вот в этом году мы победили, у нас очень, да, плохая новость, очень сложно поступить. Очень-очень сложно поступить, и нас это очень радует. В этом году средний балл, вы только не пугайтесь, но был 291, самый высокий средний балл в стране мы получили, обогнали наших друзей, партнеров, конкурентов, 291 средний балл в стране. А был в юридическом институте РУДН. Нижший проходной балл у нас был 273. Парень прямо сидел, я это хорошо помню, сидел под дверью, здесь вот приемная комиссия в этом зале, вот он сидел и сдал документы в последнюю минуту, там без одной минуты 6. Мальчик ехал с МГУ, у него было 296 что-либо баллов, и он опоздал. Это, кстати, вам на будущее. Некоторые мечутся между факультетами, между институтами, и можно так бегать между ведущими вузами страны, что не поступить никуда. Вот парень ехал и опоздал на полтора часа. Может быть, в других боевых условиях и другие факультеты можно же, конечно же, было подождать и отказать. Но вот этот парень, который сидел несколько дней, он так хотел учиться в РУДН, что мы приняли у него документы в последнюю минуту, кстати, очень хорошо я обратил внимание, закрыл сессию на все пятерки, а следующий уже балл был 278, да, Наташа? Так что вот кто хочет поступать на бюджетной основе, ориентируйтесь на эти баллы. 270 ниже у нас точно не будет, тем более в связи с этими баллами, мы, по-моему, единственный вуз в стране юридический, кому добавили платных мест порядка 10, да? Бюджетных. Бюджетных, да, извините, бюджетных мест, потому что везде сокращаются бюджетные места. Страна сделала ориентир на биологов, инженеров, математиков, физиков, а юристов, экономистов, руководство страны считает, что должно быть меньше, хотя и представитель правительства, и президент у нас являются юристами, выпускниками юридических вузов. Вузы, кстати, подавляющее большинство руководителей всех стран и председателей правительства, подавляющее большинство за 70% юристы. Вы идете в правильном направлении, выбрали правильную специальность, но вот закрывается очень много юридических факультетов, специальных юридических, в основном это, безусловно, платные юридические вузы, сокращается бюджетное количество мест. Нам добавили 10 мест, но несмотря на то, что у нас стало на 10 мест больше, мы все равно рассчитываем средний балл, что у нас будет за 270. Так что ориентируйтесь, ребята, на эти показатели. У кого не получится поступить на бюджетное место? Каждый семестр мы переводим лучших студентов с контракта на бюджет. Это самые приятные распоряжения подписывать такие. Мы очень поощряем отличников, поощряем, кто занимается научной работой, плюс к этому активно ведет студенческую работу. Начиная с начала второго курса уже есть возможность перейти с контракта на бюджет. Ну и контракт среди всех других вузов ведущих. Мы входим в топ 500 мирового рейтинга университетов. РУДН занимает, мы почетное, 113 место занимаем по качеству образования среди всех мировых вузов, пропустив вперед только МНГУ и Бауманский. Делим 5-6 место Санкт-Петербургским госуниверситетом по рейтингу Министерства образования. Впереди нас МГУ и там три технических вуза. Высокое место у нас, престижное очень образование и при этом очень недорогое, по сравнению с нашими конкурентами, потому что, что греха таить, у нас много иностранцев учатся и мы деньги в долларах берем. Доллар растет, единственный, кто в стране выигрывает от роста доллара, это РУДН. Мы продаем иностранцам за деньги и очень много заработали, когда начал доллар расти и мы приняли решение не поднимать образование. Какие еще плюсы? Обратите внимание, и я вас уверяю, когда встречаюсь с работодателями, это ключевой момент. Ключевой момент, у нас все студенты 100% трудоустраиваются, но 10% у нас трудоустраивается очень хорошо. Очень хорошо это зарплата за 100 тысяч и выше. Это международные компании, там, Делойты, Макинзи, международные представительства международных организаций, там, ООН, Красный Крест, по правам человека представительства, кстати, там очень хорошо платят. Потому что там бюджет рассчитан. У них бюджет считается за границей и в долларах они, они получают в долларах эквивалент. Из-за курса доллара в международных организациях стали очень много платить. Ключевой момент – это языки. Ребята, учите языки. И причем, я вас уверяю, один язык – это не конкурентное преимущество. Один язык – это как права, само собой разумеющиеся, должны быть у любого выпускника престижного вуза. Два языка. У нас есть ребята, которые получают три диплома переводчика на выходе. Это нормально. Нет такого языка, который вы здесь не сможете изучать. У нас есть все языки классические, плюс японские, арабские, китайские, итальянские, корейские. Но нет такого языка, который… Вот вы придете и скажите, Олег Александрович, я хочу этот язык учить. И вы будете его учить, никаких проблем нет. Берите два, берите три языка – это конкурентное преимущество. Все крупные международные компании, когда я встречаюсь с руководителями, просят выпускников активных, отличников и минимум с двумя языками. Вот опирайтесь на это. И, наверное, один из немногих, если не единственный вуз, который может дать три языка. Тем более таких нестандартных, типа арабский, японский, корейский. Это наши сильные качества. Спасибо большое кафедре иностранных языков профессора Табекова. Анастасия Анатольевна возглавляет. Мы этим гордимся много лет. Это наша сильная сторона. Для ребят иногородних, для родителей это очень важно. У нас, кроме МГУ и Токуру Дэна, есть своя больница и отделение полиции. Так что вы будете в безопасности и очень здоровы. Теперь, что еще хотел бы сказать. Наверняка, сейчас вы знаете, разделили баланский процесс. Разделил на бакаларят, магистратуру и аспирантуру. Что касается магистратуры. В 2003 году наш ректор, будучи министром образования, подписал постановление правительства о переходе на такую систему обучения. Бакалару, магистр. Раньше были специалисты. И вот обязательно это стало 5 лет назад. В прошлом году был первый выпуск магистров. Первый выпуск из бакалавров, они поступили в магистратуру уже по всем вузам обязательно. Потому что был 5-летний переходный период. И это разные вещи. Некоторые вузы еще не успели к этому подготовиться. Грубо говоря, в магистратуре повторяют то, что обучаются в бакалавряте. Один, два, три года работает магистратура, не все успели подготовиться. В Рудене магистратура работает с 1989 года. Еще совет министров СССР разрешил единственному вузу Рудену разделить на потоки, на бакалавру магистров. Потому что тогда было две трети иностранцев и иностранцы требовали конкурентное преимущество. За границей не понимали наши системы образования. И вот огромнейший опыт. Мы знаем, как учить магистратуру. Ну и для совсем маленькой группы, надеюсь, здесь будет представитель аспирантура по учению образования. Это третья система образования, которая должна завершиться написанием кандидатской диссертации. У нас есть все диссертационные советы. Ректор нашего университета является председателем высшей аттестационной комиссии. Безусловно, нам это помогает. Я и еще и два моих коллеги. Мы являемся экспертами ВАГ по присуждению. Звание кандидата и доктора наук и аспирантура. Мы гордимся, что у нас есть все советы. Возглавляют ведущие в стране специалисты. И даже, я бы сказал, ведущие в мире специалисты. Так что, начиная с первого курса до доктора наук, можно не выходить из университета. Я вот так же, выпускник Рудена. И вот с первого курса до доктора наук обучался здесь. Но еще раз повторю, ребята. Кто поступит, если сможете поступить, мы будем очень рады. Делайте упор на языки. Делайте упор на языки. Все наши выдающиеся выпускники, кто что-то достиг, они все, допустим, взять... Какого там? Первого на ум придет. Взятие правительства Казахстана, да? Наш выпускник пять языков владеет. Свободно владеет арабским, китайским. Свободно владеет. Безусловно, русский, английский, французский, испанский. Так что, вот, допустим, Клишис Андрей Александрович, наш выпускник, наш выпускник, должен был... Президент нам, насколько я знаю, другое что-то поручил. Сегодня должен был выступать. Заведующий кафедрой кондиционного права, при этом является председателем комитета по кондиционному законодательству Совета Федерации государственного строительства. Ключевой комитет тоже свободно владеет английским и испанским языком. Так что, вот, делайте упор на языки, и у вас все получится. И зарплата будет большая. И желающих из международных компаний, что меня очень просят дать рекомендацию, подсказать, на каких студентов обратить внимание. Безусловно, в рекомендации в первом пункте стоят языки. Если есть какие-то вопросы, давайте я отвечу с удовольствием. У меня очень немножко времени. Не стесняйтесь. Спрашивайте, это ваше будущее. По какому поступлению, что ворует родителя? А если идея будет идеально? Ну, максимальный ответ. Какие возможности здесь будет поступать? Какие социальные? Я вас уверяю, да? Что такое идеальная идея? Ну, идеальная идея это 300 баллов, да? Я стараюсь, коллеги не дастся соврать, да? Я стараюсь отслеживать во всей стране 300-бальников, победителей Олимпиад. Я сам звоню родителям и очень приглашаю сюда и уговариваю остаться в нашем университете. Если у вас хоть на один балл больше, а у сына министра образования на один балл меньше, вы поступите. Это я вас уверяю, это в электронном виде отслеживается. Вот, понимаете, мы все, когда вы сейчас даже не приносите ЕГЭ с этого года, вы просто в паспорт оставляете, мы вас вносим в электронную базу абитуриент, так называемый, и там программа сама подкачивает ваш балл ЕГЭ, и она сама вас в рейтинге расставляет. Если у вас на один балл больше, чем у сына министра образования, ваш поступит ребенок. Ну а если у вас на один балл больше, чем у сына министра образования, вы отдельно от него как-то выйдете как-то? Не в ка... у нас только ЕГЭ, у нас только ЕГЭ, есть специальные требования, у нас отдельное ЕГЭ есть для определенных групп лиц, там инвалиды ребята, чернобыльцы, у них свой рейтинг ЕГЭ, они между собой соревнуются, но он, кстати, тоже очень высокий. А так, я вас уверяю, мало того, что это абсолютно честная система, вот сижу в начале приемной комиссии, обзваниваю, уговариваю, на Дальний Восток звоню, готов оплатить билеты даже, чтобы ребята там за 290 баллов учились у нас. Это вот большой плюс ЕГЭ, раньше многие не думали там о МГИМО, МГУ или РУДЕНИ, даже близко не думали подъезжать сюда, особенно ребят из дальних регионов, сели что туда ехать, если все равно там все, не знаю, уже договорено, обговорено и уже всех не знают, кто поступит. Вот сейчас ведущие вузы страны ищут по всей стране, мы находим эту базу олимпиадников и высоких базов, сами звоним, сами просим, уговариваем, объясняем, что лучше учиться у нас. Ну, будем ждать вашего звонка тогда, ничего скажите. А вы сразу телефончик оставьте, вот девушки стоят, это руководители приемной комиссии. Я просто сама юрист, и хотелось бы, чтобы мы вышли. С удовольствием. А вы откуда? Я истерю. Кстати, у меня, я... Олег Александрович, если позвольте, тема моей кандидатской диссертации – конституционный контроль в Перу, установление и развитие. Я просто владею тоже испанский язык изучал здесь, поэтому мы с вами можем отдельно потом пообщаться. Хорошо. А вы иностранцы, дочка с паспортом русским? Я вообще имею паспорт российский. Я здесь стала служить. Вы наш вуз заканчивали? Конечно. Я вот по этим залам ходила. Тоже училась здесь, и очень приятно здесь находиться еще раз. Я хотела бы узнавать еще по поводу языков. Понятно, что, допустим, поступит бюджетный, один язык будет бесплатный. У нее сейчас три языка. Остальные языки еще собираются китайские, вот четвертые. А остальные языки как они будут по оплате? Они отдельно будут оплачиваться или китайские внуки ходить? Ну, во-первых, с четырьмя языками вы вообще наш студент, мы вас очень ждем. Наташа, возьми телефон, будем отслеживать отдельно. Что касается остальных, мы с этого года победителя олимпиад бесплатно другими языками обучаем. И там надо посмотреть, там большие скидки пойдут от баллов. Там, грубо говоря, если там 270 и выше, по-моему, там 50% скидка. То есть языки вторые, третьи, они еще платные? Они платные, но мы сделаем с этого года, сделали уже есть приказ для победителей олимпиад. Победители олимпиад, они будут бесплатные. И я уверен, что, в всяком случае, я сделаю все возможное, мы убедим ректора от какого-то балла, допустим, от 280, 275, тоже сделать бесплатные языки, ну, как программа поощрения. Вот, как программа поощрения, если будет высокий балл, мы вот, как сказать, у нас стоимость иностранных языков, она даже не покрывает преподавание. Мы здесь в убыток работаем, для нас важно качество наших студентов. И мы вот, у нас все программы, кстати, надо посмотреть тоже внимательно, там выше 270, там очень большие стипендии. Там стипендии 20, 25 тысяч рублей, плюс еще могут накладываться научные стипендии. Можно, на своих мозгах можно хорошо зарабатывать, Руден, я вас уверяю. Это волонтерский, мы всячески поддерживаем, оформляем. Вон, девчонки, скажи, второкурсницы, они вот у нас в НИРах работают, по-моему, денег кучу получают. У нас еще стройотряд есть. Стройотряды, но можно зарабатывать денег много. Я работал сам в стройотряде. Я работал. Я бы мебель собирал, я бы мебель собирал, украсил что-то. Ребята, есть еще вопросы? У меня ректор очень-очень-очень ждет. Один последний. Скажите, математика нужна база или профиловоанна? База. База. Достаточно? Да. Что вообще к математике? База, это хватит. Ну и общество знания и история русский язык. Понятно. Общество знания и история русский язык. Убрали сочинения, потому что мы единственные вузы, кто проверял сочинения. Многие его принимали, но ставили по 10 баллов. А мы сидели, у нас сидели 18 докторов филологических наук, проверяли эти тысячи сочинений, но поняли, что, может, не самая удачная практика. Да. Языка тоже нет, частый вопрос на вступление, потому что мы считаем, что мы вас научим языку. Хорошо научим. Спортом очень много, кстати, ребята. Мы уделяем внимание спорту, у нас это обязательно, ну это во всех вузах обязательно. У нас такой спортивный факультет, это тоже мы всячески поддерживаем. Извините, а историю надо будет специальную, да, сдавать обязательно? Да, история обязательно. На все юридические вузы. История, общество, знания русские. Правильно, девочки? Я ничего не путаю. История в прошлом году очень сложная была. Прямо за 90 баллов очень мало ребят было. А у нас, по-моему, если за 90 нет, уже сложно было. А трех суббольников много по стране? Много. Ну как много? По стране мало, но на 2-3 вуза хватает. Очень много там, близко к 100. 298 баллов. Вот. И прилично. Это очень сложно, если честно. Я в тихушку пытался это ЕГЭ решить, 100 баллов не набрал. Хотя вроде доктор-наук профессор. Так что, ребята, это очень сложно. 100 баллов по истории, это, ну, говорю, вот у меня не получилось. Очень приятно. Спасибо большое. До свидания. И когда учился я, у нас на курсе было где-то около 200 человек. Выпустилось, по-моему, там 100 с небольшим. То есть уже прямо на шестом курсе. Потому что на четвертом происходит, вы заканчиваете четвертый курс, и происходит распределение по кафедрам, по направлениям. То есть уже нужно понимать, что вас больше интересует. Но опять-таки, как показывает жизнь, все может сложиться так, чтобы вы выбрали одну кафедру, занимаетесь чем-то другим. И потом в итоге работаете вообще в совершенно другой отрасли. Лично я по специальности начал работать только в 23 года. Когда я уже учился в аспирантуре и совершенно не предполагал то, чем я буду заниматься. И я в заключении хотел просто отметить несколько моментов в продолжении того, что говорил Олег Александрович. То есть в плане заработков, зарплат, достойных и так далее. На мой взгляд, еще очень важно, чтобы в своем развитии, когда вы работаете, все-таки нужно обращать внимание не только на оплату, но и на то, чем вы занимаетесь, и на то, какие люди вас окружают. Вот для меня в какой-то момент это было определяющим фактором. Потому что в силу ряда обстоятельств я достаточно рано начал сам на себя работать. Я не сын министра образования, как вы поняли, и никого-то другого. Из высшего, скажем так, руководства. И занимался самыми разными вещами, но в какой-то момент... И причем очень хорошо оплачивалось. Я там и на себя работал. Но в какой-то момент я понял, что уж очень хочется работать по профессии, чтобы меня окружали умные люди, профессионалы, люди, которые могут стать для меня авторитетами, которые меня чему-то научат. Поэтому я для себя в какой-то момент жизни принял решение, что все-таки мне хочется работать и заниматься тем, чему я учился в стенах своего любимого университета. И вот, как я уже сказал, в эти 23 года у меня жизнь совершенно поменялась. Но это я к тому, что жизнь может сложиться по-разному. Хотя сейчас я преподаю у 2-го, 3-го и 5-го курса. И с радостью наблюдаю то, что ребят гораздо раньше начинают заботить вопрос о том, чем же они будут заниматься. И многие из них уже сейчас занимаются юридической деятельностью в самых разных сферах. Не важно, оплачивается это или не оплачивается. Я, например, для того, чтобы устроиться на работу, год работал бесплатно. Поэтому нужно это тоже понимать и принимать, и хорошо на это смотреть. Причем, как правило, это залог успеха. Это еще зависит от характера человека. Кто-то скажет, да ну я бесплатно работаю, да никогда в жизни. А тот, кто хочет действительно всего добиться, нужно всегда понимать, что надо начинать с самого нуля. И не надо смущаться тому, что тебе нужно ксерить бумажки или кому-то что-то принести. Это, наверное, такой некий путь, который нужно пройти для того, чтобы добиться действительно больших успехов. И сейчас, вернусь к нашим студентам, действительно, вот уже на четвертом курсе я наблюдаю, что ребята работают. Кто-то помощниками адвоката, кто-то в суде, кто-то, ну повторюсь, кто-то в каких-то юридических консультациях. У нас в рамках института есть много разных направлений, да, то есть у нас есть почти у каждого кафедра свой кружок, свои конференции. И причем, когда мы понимаем, что вот, ну я говорю сейчас именно от имени кафедры, когда мы понимаем, что кто-то выбирает наше направление, мы, скажем так, относимся ко всем студентам как к таким нашим подопечным, да, и способствуем тому, чтобы они участвовали в самых разных мероприятиях. И это, конечно, не просто, но в плане трудоустройства тоже уделяем этому большое внимание. Потому что, равно как все хотят хорошо устроиться, перед работодателем тоже стоит очень большая проблема найти хороших, исполнительных, ответственных и порядочных работников. Я вам это говорю, как человек, который уже отчасти сталкивался с этим вопросом, когда просто стоит задача. Надо найти молодого, интересного, перспективного, ответственного, со знанием того-то, того-то, того-то. Вот. Ну и, собственно, пожалуй, наверное, все. Опять-таки, очень важно заниматься тем, что нравится, тем, что у вас получается, и в тех условиях, где вам комфортно. Это, наверное, один из тоже, как бы, девизов нашего заведующего кафедры, пишется Андрея Александровича. Когда его спрашивают, как вы добились таких успехов, ну, позволю себе немножко такую маленькую ремарку. Как Олег Александрович сказал, Андрей Квишев является одним из тоже таких выдающихся наших выпускников. Он долгое время работал и был менеджером крупнейшей холдинговой компании в России, которая включает в себя крупную металлургическую компанию. Вот. В какой-то момент жизни, добившись уже колоссальных успехов, он рост деятельности поменял именно на парламентскую деятельность, стал уже таким профессиональным парламентарием. В то же время он остается ученым, у него множество других разных интересов, и вот он всегда говорит по жизни, что очень важно заниматься тем, что нравится, и тем, что получается. Это такая движущая сила в успехе. Понятное дело, что пока вы учитесь в школе, пока вы поступаете, вам помогают родители, зачастую они часто за вас что-то решают, но им тоже отчасти, наверное, что-то виднее. Выбор, наверное, юридического образования у меня был не совсем самостоятельный, это было такое решение семейное, но в конечном итоге я не столько не пожалел, если говорить за себя. Я поступил, был зачислен, мне было предложено не идти сразу на первый курс, а идти на подготовительный факультет. Это такая некая специфика нашего вуза, где он изначально предусмотрен для иностранцев. Все иностранцы, которые к нам поступают, сначала проходят этот год, учат там русский язык, да, то есть, ну, представляете себе, по три, по четыре пары в день именно только языка. Сейчас же это сохраняется именно для иностранцев. И тогда еще можно было бы, чтобы студенты, которые из России, выбирали себе язык и вот по такой же форме учили его. То есть, у меня было по 6-7 часов в день только испанского языка, собственно, поэтому, да, то есть, научные интересы потом и так далее. Что касается именно юридического профиля, там было совсем мало предметов, что-то в стиле, там, общество знания, там, юридическая этика и так далее. Вот такой подготовительный факультет. То есть, чтобы вы понимали, это не что-то, предшествующее поступлению, это уже по итогам поступления. То есть, у вас есть возможность туда пойти или не пойти. Но, насколько я сейчас знаю, он предусмотрен только для студентов-иностранцев. И, ну, я надеюсь, что какие-то изменения и что-то вернется обратно. Это не типа расширка? Нет, конечно. Нет. Сейчас такого, это осталось. Да, я, наверное, даже не знаком с этим понятием. Но это именно... Это именно на язык, то есть, на знание языка. То есть, когда общился я, у нас сопреподавали английский, французский, немецкий, испанский, по-моему, арабский, китайский, итальянский. И все выбирали вот все эти направления. Я посчастливую случайность выбрал для себя испанский язык. На самом деле, это решение оказало очень большое влияние на всю мою жизнь. Потому что, собственно, где-то на шестом курсе я, как научного руководителя, выбрал Килишеса Андрея Александровича. У него тоже был испанский язык, потому что он занимался Мексикой. И вот эта череда событий, и вот впоследствии я стал у него работать. Как там, в парламенте, так и здесь, на кафедре. Поэтому это такое приятное было событие. Еще, может, какие-то вопросы? Если нет, давайте поблагодарим Павелу Ильича за приятную лекцию.